Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Все мы любим цветы и в каждом садовом участке, конечно, есть цветы. У каждого есть любимые цветы. Но ранние луковичные, такие как тюльпаны и нарциссы, мне кажется, любят все. Потому что именно они, как считаются, первыми вестниками весны. Вот как только появились маленькие тюльпанчики, все сразу запахло весной, сразу начинается такой, чешутся руки, что-то поделать. И первым делом люди начинают думать, чем бы подкормить тюльпаны. Я вот сегодня расскажу, нужно ли вообще их подкармливать, какие нужно подкармливать весной, какие нет и как это лучше делать. Для тех, кто еще ни разу не сталкивался с тюльпанами, может быть вы купили только что дальше или посадили только. Вот смотрите, тюльпаны нужно подкармливать не все. Если вы в прошлом году, ну или вот я про себя расскажу, я в прошлом году все их выкопала и посадила. Детки отдельно, взрослые отдельно. Вы видите, что все они у меня идут вот тут вдоль завалинки этой. Стройным рядком. Все, стройный рядок. Видно, что почва такая, как... Если, вот как я, я удобрила почву, внесла осенью все удобрения, перегной, чернозем и рассадила их, весной я их удобрять не буду. Потому что весной нужно азотосодержащие удобрения, а азот есть в избытке в перегной в моем. Нужно удобрять те тюльпаны, которые вы не перекапываете, не выкапываете, не пересаживаете, которые загущенный посев. Вот у меня есть под яблоней. Года три назад я садила. Вот еще семейка вон. Видите, вдалеке. Вот они очень густые. Они вместе с детьми. Тут уже не поймешь, где родители, где дети. Ясно, что если они два, три года, четыре даже сидят на одном месте, они все уже, все питательные вещества, которые им были нужны, они из грунта уже все высосали. Вот таким тюльпанам весной нужна помощь и нужна подкормка. Некоторые вообще выращивают тюльпаны по принципу посадил и забыл. Они разрастаются, все. Но вообще по технологии выращивания тюльпанов рекомендуется хотя бы раз в два-три года их рассаживать. Потому что дети рождаются, они многодетные, не как нарциссы. Нарциссы могут жить пять лет на одном месте. У них дети рождаются, загущивается все это. Они уходят вглубь цветения, в ущерб цветению. Цветы становятся мельче, листья жирнее, толще. И получается, что много красивой листвы, но мелкие и бледные цветы теряют свои сортовые качества. Поэтому, если у вас есть хоть немного свободного времени, лучше хотя бы раз в два года их выкопать и посадить на новое место. Отделить большие луковицы от молодых. Молодые отдельно посадить, взрослые отдельно. Про подкормку. Вот такая семья, например, которая в прошлом году не выкапывалась. Тут и дети лезут, и родители тут же. Их нужно подкормить весной комплексным удобрением. Есть вот такие всякие всевозможные. Вот у меня гиамофоска, нитрофоска. Любое удобрение, где есть и азот, и фосфор, и калий. Но азот должен быть все-таки в большем количестве. Если у вас нет комплексного удобрения, можно просто азотосодержащим каким-нибудь вот немного мочевиной или аммиачной селитрой. Эти удобрения применяются именно весной, для, как сказать, когда активный рост, для быстрого наращивания зеленой массы. Посыпали удобрение и заглубить неглубоко 5-8 сантиметров вот на глубину этого маленького штыка. Все вы вбили туда в грунт, разровняли, пойдут дожди, будете поливать, и все это удобрится. Глубже не надо, потому что если закопаете глубже, во время дождя она уйдет вообще под землю, мимо луковиц. Луковица у вас недалеко, 8-10 сантиметров от поверхности земли. Поэтому в поверхностный слой вбиваете все. Это вы удобрили. Но вот такие вот семьи, еще раз говорю, которые очень-очень много их, лучше все-таки после цветения, когда засохнут листья, их выкопать, рассортировать на большие и маленькие и посадить. Вот у меня, видите, у меня посажено стройным рядочком, вот идет один за другим. Сейчас, когда зацветет, будет очень красиво. Будет такой заборчик, декоративный заборчик из тюльпанов. Земля здесь хорошая, я теперь могу 2 года не выкапывать их. Это цветения на будущий год цветут. После двух цветений я их выкопаю, высошу, детей от родителей отделю и снова посажу. Все. Вот это маленький видеоурок на тему, нужно ли подкармливать весной тюльпаны, чем можно подкормить и какие нужно подкармливать, а какие можно оставить без подкормки. Потом в следующем видеоуроке постараюсь вам рассказать про морозоустойчивые колокольчики. Вот уже они оттаяли. Кто хочет завести цветы, которые будут расти без проблем, засухоустойчивые и морозоустойчивые. Вот есть 2 вида колокольчиков, которые очень красивые, но почти не требуют ухода. В следующий раз буду о них рассказывать. Все. До свидания. Кто не в друзьях, добавляйте, всех принимаю. У кого есть какие-то дополнительные вопросы, заходите на страницу в Одноклассниках, найти очень просто. Чернова Ольга, город Биск, Алтайский край, 56 лет. Все. Заходите, ухаживайте за цветами. Сейчас все расцветет, будет все очень красиво. Продолжение следует.